Государственная радиовещательная компания «Маяк» – одна из крупнейших и самых узнаваемых радиостанций на территории бывшего СССР. Основана в 1964 году по решению ЦК КПСС для создания противовеса западным голосам. Стала вещать на частоте второй программы и звучать в миллионах абонентских радиоточек. Благодаря формуле «5-25» стала первой советской фоновой радиостанцией. С 1 августа 1964 года по 14 марта 2013 года вещала на всю территорию СССР и позже стран СНГ на длинных и средних волнах. В настоящее время вещает в диапазонах УКВИМ, а также по проводной радиотрансляционной сети во многих городах России и некоторых городах СНГ. ГРК «Маяк» является филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании. Одно из наборов радиостанций холдинга, которое специализируется преимущественно на разговорно-развлекательном вещании. Вещание ведется на основании лицензии 20 518 от 12 апреля 2012 года. История основателя «Маяка» принято считать одного из будущих идеологов перестройки А.Н. Яковлева. Первым главным редактором его, как и всей главной редакции информации, был Владимир Дмитриевич Трегубов. Отрывок из воспоминаний о работе в последних известиях Людмилы Петрушевской. Наш главный Владимир Трегубов. Красавец. Много раз женатый. Совершенно седой. Загорелый. Просвистывавший по коридорам, как торпеда. Володя, который говорил отрывисто, всегда спешил и смотрел поверх голов. Он не вникал в мелочи, не въедался под шкуру, как многие мои позднейшие начальнички, но в один главный момент Трегубов основательно поставил точку в своей жизни. На партсобрании, так сказать, покончил с собой, отказавшись проголосовать за ввод войск Чехословакии. Затем его постепенно выжили. С 1966 года главным редактором был назначен выдающийся советский журналист Юа Летунов, при котором радиостанция приобрела неповторимое лицо. Первый эфир, 1 августа 1964 года из студии на Пятницкой, 25. Изначально придерживалась формата, 5.25, 5 минут выпуск новостей, 25 минут музыкальной программы. Создана на технической базе прежней второй программы Всесоюзного радио, как информационно-музыкальная программа. В качестве позывных была выбрана мелодия «Подмосковный вечер», которая используется и по сей день. Мощность сигнала радиостанции в Ам-диапазоне в советские годы была на высоте. Радиолюбители тех лет имели отличную возможность проверить и откалибровать только что собранный радиоприемник. Ведь позывные «Маяка» хорошо принимали как простые и огромные детекторные приемники, так и крохотные приемнички внутри спичечного коробка на нескольких транзисторах. В конце 1980-х на радиостанции появилась четырехчасовая панорама «Маяка». Ее вели Николай Нич, Владимир Безяев, Павел Каспаров, Людмила Семина и многие другие известные в ту пору радиоведущие. В эфире радиостанции можно было услышать дикторов, которые, кроме панорамы, вели новости и популярные концерты по письмам. Стоит также отметить Виктора Мищенко, Валерию Лебедеву, Ирину Никонову, Татьяну Корнилову и многих других дикторов. В феврале 1991 года вместе с другими программами Всесоюзного радио «Маяк» вошел в состав Всесоюзной государственной телерадиокомпании, а 27 декабря – в состав Российской государственной телерадиокомпании «Останкино». Весной-летом 1996 года была создана общероссийская радиостанция «Маяк». 4 августа 1997 года президент РФ издает указан 823 о совершенствовании структуры государственного радиовещания в Российской Федерации, а 14 ноября 1997 года правительство РФ издает постановление номер 1461. Общероссийской государственной радиовещательной компании «Маяк». На основании этих актов создается общероссийская государственная радиовещательная компания «Маяк», образованная путем слияния УРОС «Маяк» и УРОС «Юность». 27 июля 1998 года УГРК «Маяк» была включена в состав Всероссийской государственной телерадиокомпании. В начале-середине 2000-х годов эфир радиостанции на ФМ и УКВ-волнах совпадал далеко не всегда, так как на УКВ-волнах вещал «Маяк», а на М-волнах вещала радиостанция информационно-разговорного характера «Маяк-24». Соответственно, «Маяк-24» отличался прежде всего наличием выпусков новостей каждые 15 минут. Запуск радиоканала сопровождался выходом в телеэфир рекламных роликов «Маяковские новости». Радиоканал просуществовал в радиоэфире до осени 2005 года и прекратил свое существование в связи с тем, что этот формат вещания себя так и не оправдал. Период двух «Маяков» был также и осенью 2007 года. На УКВ радиостанция вещала в старом формате с передачами прежней концепции вещания, а на ФМ уже в новом развлекательном формате. Только с декабря 2007 года эфир двух «Маяков» стала окончательно единым. С 2007 года новую концепцию вещания предложил известный бизнесмен СРМГ Сергей Архипов. Он попытался омолодить аудиторию радиостанции до от 25 до 35 лет. С 6 сентября по 14 декабря 2010 года музыкальный эфир был наполнен только русским роком. 2 августа 2010 года радиостанция «Маяк» открыла свое представительство в Твиттер. С 14 марта 2013 года по причине прекращения ВГТРК оплаты передатчиков, ретранслирующих сигнал, радиостанция прекратила вещание на длинных и средних волнах и стала недоступна в сельских и удаленных населенных пунктах, а также на автодорогах вне городов. По данным исследований ТНС Галаб Медиа за июль-декабрь 2014 года, «Маяк» вновь подтвердил лидерство среди всех федеральных радиосетей информационно-разговорного формата по среднесуточному охвату слушателей. За указанный период ежедневная аудитория радиостанции в крупных городах России составила около 4,2 миллиона человек. Логотип «Радиостанция» сменила 4 логотипа, нынешний пятый по счету. С 1 августа 1964 года по 4 сентября 2005 года логотипом была красная линия, над ним слово «Радиокомпания» с синим шрифтом. На ней слово «Маяк» с синим шрифтом, над буквой «М» был «Маяк». С 5 сентября по 25 декабря 2005 года логотипом было слово «Радиокомпания» с синим шрифтом, внизу слово «Маяк» с синим шрифтом, под ним 5 красных точек по горизонтали и красный прямоугольник. С 26 декабря 2005 года по 2 сентября 2007 года надпись «Маяк» с синим шрифтом, 5 красных точек по горизонтали и красный прямоугольник остались, а из него убралась надпись «Радиокомпания». С 3 сентября 2007 года по настоящее время логотипом является слово «Маяк» с синим курсивом, рядом наверху круг в цветах российского флага. В конце ноября 2011 года логотип «Маяка» претерпел несущественные изменения, направленные на повышение имиджа радиостанции. Изменились очертания букв и флаг в форме шара стал ярче и расположился ниже предыдущего варианта «Вещание». Радио «Маяк» входит в первый мультиплекс цифрового телевидения России. Несмотря на объявление указом президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года номер 715 радиостанции «Маяк» общероссийским обязательным, общедоступным каналом «Вещание» в диапазоне УКВ-2 осуществляется в 9 из 11 городов-миллионников. Слабо развита сессия в остальных городах КАЗУС с участием в конкурсах на частоты общеобязательного канала устранен постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2012 года номер 25. С 14 марта 2013 года свернуто «Вещание» радио «Маяк» в диапазонах СВ и ДВ. На февраль 2014 года «Вещание» осуществляется лишь в диапазоне УКВ-1 и УКВ-2.